всем привет всем привет 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 продолжаем изучать spring и сегодня у нас тема транзакций что это такое зачем это я сразу предлагаю вам просто рассмотреть пример на котором все станет сразу ясно и понятно значит я взял самое самое первое приложение взял в раз контроллер в раз контроля метод дэвид метод дэвид и чуть-чуть метод дэвид подправил то есть я снова бог репозиторий удаляю книжку удаляю книжку на и в нем в нем я добавил еще один метод который скажем так делать некую дорогую операцию и в ней я бросаю runtime exception скажем допустим что операция операция закончилась неудачно но базе данных я изменения произвел базе данных я в изменения произвел то есть напомню как это все выглядело у как долго перегрузится вот на наши данные в виде джейсона сейчас я попытаюсь удалить с помощью seurl вторую запись то есть удалить java и она у меня согласно коду удалиться но в качестве ответа я получу exception режим 5 секунд отвисла 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 плохо все это дело что у меня так тормозит ладно так как мы видим здесь простыня до простыня runtime exception потому что я не обрабатываю но что самое главное что самое главное если я сейчас обновлю эту страничку у меня же java вот это исчезнет и как мы видим исчезла но вот такое поведение вот такое поведение нам не всегда желательно мы очень часто хотели бы чтобы вот эти вот две строчки то есть изменение в базе данных и какая-то еще одна работа чтоб они как одно целое как одно целое или например мы бы в одну базу данных заглянули и другую и в другую базу данных заглянули и чтобы это было как одно целое как одно целое и вот здесь нам приходит механизм механизм транзакции что делать механизм транзакции по сути дела он разные минуты медаты мы можем рассматривать как единое целое то есть он нам позволяет механизм транзакции рассмотреть различные методы как одно целое как одно целое давайте это дело продемонстрируем вот я использую аннотацию спрингов скую спрингов скую спрингов скую аннотацию транзакционал и здесь роллбэк фор то есть откати откате на рантаем эксепшене то есть роллбэк фор показывает на каких эксепшенах роллбэк то есть изменение которые я вот тут сделал они будут откатываться назад запустим так приложение запустил снова обновляю обновляю наши данные сейчас мы увидим снова 4 и я делаю снова попытку удалить удалить ждем снова 5 секунд ждем 5 секунд отлично снова эту ошибку но это не важно но если я сейчас обновлю у меня останутся все все 4 потому что я воспользовался механизмом транзакции обновляю и как я вижу все четыре все четыре это простыня рантаем эксепшена то есть то есть то есть изменение которые я захотела сделать они откатились благодаря механизму транзакции транзакции у вас значит позволяют сделать некоторые откаты некоторые откаты относительно базы данных относительно базы данных у нас существует два основных методов как мы можем использовать транзакции во первых как мы уже видели через аннотацию через аннотацию либо если вы олдскул и любите только хардкор то у нас еще есть классический gtbc или через аннотацию и в сентити менеджер и также можно еще использовать транзакцию менеджер но по моему метод аннотации он очень очень легок в использовании и и и он на самом деле не так сильно проигрывает производительности вот я вот нашел вот этого страничку я вам ее оставлю и здесь некий некий бич мая бич мак то есть gdbc то есть код который напрямую работает скажем пишет прямые сквельные запросы то есть вот эти insert он понятное дело выигрывает но как мы видим выигрывает он по отношению к другим методам методом аннотации entity manager и и тогда цена трансакционал транзакционал менеджер не так и много не так и много как казалось бы на первый взгляд конечно в систему где вы боретесь за каждую миллисекунду это будет важно но в общем случае наиболее предпочтительный вариант это именно тип аннотации тип аннотации а вот если мы присмотримся вот когда у нас значение очень мало то вроде как нет такого хотя здесь масштаб не ясен может быть ладно не буду увеличивать может быть эти пропорции сохранить сокращается а может быть нет 4 процента 4 процента транзакционал антит 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 менеджер ладно эту статью я вам оставлю эту статью я вам оставлю эту статью я оставлю и можете увидеть она правда немного староватой и возможно там что-то внутри изменили и вот здесь картина немного изменится но вряд ли кардинально то есть же деписи понятно будет впереди но остальные остальные поскольку они же поверх работают этого же деписи не так сильно будут не так сильно будут проигрывать окей 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 теперь давайте поговорим немного о транзакциях и о некоторых некоторых параметрах о которых обязательно стоит упомянуть а именно а именно пропагейшен пропагейшен и именно параметры пропагейшен то есть смотрите у вас метод вода транзакшен он может быть он может быть вызван из другого метода который также являются транзакшен то есть вода и пропагейшен он настраивает что будет происходить когда одна транзакция один традиционный метод запускается из другого транзакционного метода транзакционного смысле который помечен транзакции в этой аннотации транзакшен у нас здесь есть очень разные разные варианты разные варианты require require new require это у нас по дефолту mandatory never not supported что они означают 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 require что значит require 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 это значит у нас если запускается вне вне традиционного контекста то есть само по себе то начинается новая транзакция новая транзакция а если внутри внутри транзакционного контекста то есть есть какой-то метод помеченный транзакшен и и и в нем вызывается другой метод который также транзакшен если он помечен require require то эти транзакции скажем так объединяются в одно целое в одно целое в одно целое new здесь не происходит объединение здесь создается отдельная транзакция отдельная транзакция отдельная транзакция смотрите если запускается само по себе то есть вне транзакционного контекста вне транзакционного контекста то есть вот если я вот здесь вот так вот пометил бы да то есть если бы я вызывал бы этот метод напрямую у меня у меня был бы был бы транзакционного require exception то есть этот метод вот можно было бы вызвать только 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 из другого метода который транзакционал и противоположность ему есть never 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 то есть он запускаться может 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 вот транзакционал сам по себе да сам по себе срабатывает но но он никогда никогда не работает то есть never never никогда никогда не работает в чужом транзакционном контексте то есть вы не можете запустить из другого метода который транзакционал ну и остальные я предлагаю вам самостоятельно рассмотреть самый популярный это require самое популярное это require то есть объединение объединение как контекстов транзакционных контекстов так другое другое у нас другая настройка это rollback for то есть как я уже говорил это на каких на каких сэпшенах это все дело у нас откатывается там есть еще поле поле должно быть а don't don't rollback то есть на каких не срабатывает то есть какие мы пропускаем о это я кстати вообще рассматривал джавовскую но это не важно это не важно это все то же самое то есть что я имел ввиду посмотрите вот это транзакционал я спринговский использовал но вы можете но вы можете использовать и джавовский то есть вот эти и и джи би и джи би нам это все дело пришло и вот там таймл транзакционал тайм то есть я я я я все это читал вот отсюда окей давайте вернемся вернемся к спринговской спринговской как видите здесь настроек чуть больше чуть больше чуть больше чуть больше есть тайм-аут то есть тайм-аут для транзакции да дефолт то есть вы можете какое-то время задать какое-то время задать ладно оставлю я вас наедине потому что все же вот эти вот настройки самая важная настройка это пропагейшн все же все же это пропагейшн и на каких на каких абсепшенах на каких абсепшенах а вы будете все это дело срабатывать все это дело будете срабатывать вот такой вот такой вот у нас есть интересный инструмент по работе по работе с базой данных то есть классический вариант это например у вас есть сервис для оплаты и база данных которая работает с вашими с вашими товарами и вы хотите чтобы рассматривалось как одно целое то есть если сервис оплаты сработал хорошо то вы хотите изменить внести изменения в базу данных по товарам если там какая-то ошибка сервер долго отвечал не важно по каким причинам но там аксепшен то вы не хотите не хотите делать изменения базу данных вы откатываете изменения чтобы откатить мы используем механизм транзакций механизм транзакций и вот вы можете использовать разные 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 варианты еще раз подчеркну что то как вы используете на самом деле вот прямо супер большой разницы то есть порядка порядка нет то есть даже порядка двух нет и даже порядка полутора нет а раз так то используем транзакционал и не мучаем других своей простыней вот это его простыней ладно изучайте изучайте spring линк си ю некст тайм